Последние изменения в закон об ОСАГО были внесены всего три месяца назад. Напомним, с 28 апреля денежное возмещение заменили на ремонт автомобиля. И вот очередные реформы, предложенные Минфином. По новым правилам, полис можно будет приобретать на срок больше, чем один год. Кроме того, к нынешнему лимиту выплат в 400 тысяч рублей хотят добавить еще ограничения в 1,2 миллиона. Причем автовладелец сам сможет выбирать, на какую сумму страховать свою ответственность. Кроме того, как гласит проект, в будущем страховые компании смогут самостоятельно устанавливать тарифы на автогражданку. Последние новшества Федерации автомобилистов Татарстана оценили крайне негативно. Фактически, это можно сказать, отпустили цены, чтобы они сами регулировали тариф. То есть, чего страховщики добивались, в принципе, того они и добились. Я просто представляю сейчас, как они начнут это регулировать, то есть начнут поднимать до каких пор. Просто далеко ходить не надо. То есть, когда, допустим, любой автомобилист, когда приходит время покупать страховку, из его уст выходит столько мата, когда он цену видит, то есть он уже, можно сказать, на грани, то есть из последних сил покупает страховку. Представители страховых компаний от нововведений пока также не в восторге. К примеру, повышение страховой суммы с нынешних 400 тысяч до 2 миллионов, по их мнению, может привести к увеличению и без того немалого количества автомошенников. Связано это с действиями автоюристов, как я считаю, которые больше зарабатывают, чем помогают. Страховщики будут вынуждены повышать стоимость страховки для менее убыточных клиентов и, соответственно, покрывать тем самым те убытки, которые будут появляться благодаря, как раз таки, вот таким неблагонадежным клиентам. Все специалисты сходятся в одном. В своем нынешнем виде система ОСАГО не устраивает ни страховщиков, ни самих автомобилистов. Уже одна треть автомобилистов ездит без полюсов. То есть смело можно сказать, треть автомобилистов ездит либо с фальшими полюсами, которые за тысячу-полторы за две покупают через интернет, либо ездит без них вообще. Тем не менее, становиться нарушителем и отказываться от страховки готовы далеко не все казанцы. Ну, в принципе, в моем опыте решала проблему. Когда я была невиновная сторона, то есть по прямому возмещению, я спокойно машину отремонтировалась. А как разбираться, как в 90-е? Еще одно предложение, прозвучавшее от автомобилистов, это привязывать полюс не к машине, а к личности самого водителя. Например, загнали вы свою машину на ремонт, и вам срочно понадобилось куда-то уехать. Чтобы воспользоваться автомобилем друга, вам придется оформлять еще один полюс ОСАГО. А так, если бы у вас был оформленный на вас, вы могли бы спокойно воспользоваться его автомобилем. Андрей Шульга, Владимир Ладушкин и Андрей Ключников, телеканал Эфир.